Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Для библейского портала экзегет читаем книгу Иисуса Новина с комментариями. На очередь у нас 16 глава. В длинной череде этих глав, в которых описывается раздел Святой Земли, раздел Ханаана, между израильскими коленами, 16 глава посвящена разделу, наделу колена Ефремова. Ефремово колено самое большое будет в Северном Царстве, позднее, в эпоху разделенных царств. И колено Ефрема будет пользоваться большим авторитетом, будет главным в Северном Царстве и будет подчинять себе и другие колена. Потом выпал жребий сынам Иосифа. Ефрем, Эфраим — это сын Йосефа, сын Иосифа. Эфраим и Менаше, Эфрем и Моносия. По сути говоря, колен израильских, их не 12, а 13, потому что колено Йосефа, Иосифа, разделяется на два колена. На колено Ефраима, самое многочисленное в Северной части Израиля, оно будет. И колено Моносии, колено Менаше. Два сына было у Иосифа. И почему-то вот считается, что это не одно колено, а два. Колено Ефраима и колено Менаше. Хотя на самом деле это одно единственное колено, колено Йосефа. Поэтому скажем мы, что в Израиле 12 колен, это будет правильно. Скажем, что 13, это тоже будет правильно. Кроме того, колено Менаше, мы помним, еще и разделилось на две части, получившие разные уделы. Одно в Зайордане, полуколено Менаше. Другое в Святой Земле, в Ханаане. Вторая половина колена Менаше. Итак, начинаем читать 16 главу. «Выпал жребий сынам Йосефа, Иосифа, от Иордана подли Иерихона, и вот Иерихонских на восток пустыня, простирающаяся от Иерихона в горе Бейт-Эльской». Бейт-Эль – большой, очень важный город, овейный славой патриархов, славой Иакова. Впоследствии город схизматический, город, в котором был установлен один из тельцов Иеравамом II. Вот там, дотуда простирался предел жребий, кидали жребий, по жребию выпадали наделы земельные. Вот от Иордана до горы Бейт-Эльской. Бейт-Эль – это уже Нагорье, начало Ефремова Нагорье. Иерихон, то есть низменность долины реки Иордан и восточная часть, южная и восточная часть Ефремова Нагорье. От Бейт-Эля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Ат-Арофа. «И спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела Нижнего Бет-Орона и до Газера, и оканчивается у моря». Море здесь имеется в виду, очевидно, Средиземное море. «Море великое», «Ямтихон» – Среднее море, или оно еще называется часто «Морем великим» в Танахе, в Библии. Это получили в удел сыны Йосефа Менаше и Эфраим. Я произношу их имена так, как они записаны в Священном Писании, в Еврейской Библии, в Танахе. Мы получили традицию употребления этих имен через греческий язык. Поэтому у греков Йосеф стал Иосифом, Менаше стал Моносией, Эфраим стал Ефремом. Так эти имена в таком огреченном виде и перешли, как и все большинство собственных имен, в синодальном переводе Библии перешли в самый популярный, самый распространенный текст Священного Писания, самый распространенный перевод на Руси, а именно в синодальный перевод XIX века. «Предел сынов Ефремовых, по коленам их, был сей. От востока пределом удела их был Атаров Адар, добев Урона Верхнего. Потом идет предел к морю северную стороною, Мехмефафа, и поворачивает к восточной стороне Фаанав Силома, и проходит его с восточной стороны Ионоха». Опять все эти топонимы, все эти названия в греческом звучании. «От Ионоха, нисходя к Атарову и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана». Какая огромная территория! От моря, Средиземного Великого моря, аж до Иордана, пределы Эфраима. Пределы других северных колен гораздо меньше, они небольшие. А вот колено Эфраима получило огромный надел, потому что оно было очень многочисленным уже тогда. Далее читаю восьмой стих. «От Топоха идет предел к морю, к потоку Кане, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их». Топох, топоним, получивший свое название от яблока. Топох на библейском иврите, вообще на иврите, вообще на всех семейских языках, означает «яблоко». В арабском, кстати, также. «И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Моносийных». В уделе сынов Менаше. Удивительно, у Ефраима были города в уделе Менаше, его брата. «Все города с селами их». Ну а дальше интересные слова 10 стиха. «Но не изгнали хананеев». Имеется в виду, ефремляне не изгнали, поэтому синодальный переводчик курсилом добавляет слово «ефремляне». Вот эти самые ефремляне, колено Ефраима, они не изгнали к Наони, не изгнали хананеев, живших в Газере. «Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань». Интересно. До сего дня, то есть до того дня, в который читают первые читатели книги Иисуса Новина эту историю. А «жили», слово «жили» употреблено в прошедшем времени, то есть времен в библейском иврите нет, но употреблена перфектная форма. Мы читаем в еврейском тексте. «Ва ешев гак Наони бекерев эфраим, адгайом газе». Ешев, то есть сидели, жили, селились, населяли. «Ва ешев жили». Можно перевести скорее «прошедшим временем», чем «настоящим». И посреди израильтян, то есть посреди ефремлян, посреди Ефраима, бекеров к Наони, адгайом газе до сего дня, платя им дань. Они платили им дань, потому что такое компромиссное решение вслед за гаванитянами израильтяне должны были заключить, прийти к такому же компромиссному решению в своих отношениях а вот с этими самыми «Кнаони», с этими самыми «Ханане»ми. Друзья, запись эта сделана для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok